всем привет с вами канал стофики и я ваш любимый санечка сегодня мы с колюнькой поедем на реку печора ставить продольники на налима ну а пока мы едем хочу предложить вашему вниманию рыболовный канал влад медницкий ссылка на его канал будет в описании ну а мы с колюнькой поехали на рыбалку до встречи на реке печора так 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В смысле переметы ставили, только не таким образом А так намного проще Сейчас только течение найдем Крышечку завертываем прямо там Привязываем груз хороший Очень хороший Это у нас сегодня кирпич идет красный С поселкой кирпичной С поселкой кирпичной, да Итак, глубина под нами 12 метров Покажи, Калюнь, крючки В общем, огромные крючки Сейчас вот Калюнька на него На этот крючок будет насаживать Ершей, которых мы только что поймали Вот он его насаживает И запускает Отлично тянет Костян молодец На каждом таком продольничке Сколько крючков, Калюнь? 10 10 крючков Вот наши ерши Вот они плавают Сейчас мы их зарядим Потом, естественно, для проверки Мы еще их подловим Цепляем мы их за хвостовую часть А мы цепляем за хвостовую часть И, как говорят, что желательно, чтобы они были живые Так и должно быть Он Калюнька даже говорит, что должно быть, чтобы они были живые Потому что, хоть и говорят, что Налим это падальщик Но на живого он лучше клюет Еще такую привереду Ну и хватит Калюнька запустил всех ершей туда Вот и сейчас привязывает груз Груз привязываем чуть выше грузила Да Это на случай, знаешь, что На случай вдруг грузила отвяжется Чтобы сохранить сам продольник Бывают такие случаи Тащит нас у нас Тащит его вообще зашибательско Костян молодец бы Все-таки Дельные советы дает Вот у нас палки Мы их уже подготовили И берем сначала длинную Я так понял, что это делает Калюнька для того, чтобы она была как поплавок Кто поплавок? Ну вот это вот Я имею ввиду колышек Да? Здрасте Вот ты сейчас отмерил два метра Ой, сколько там? Да, два метра ты отмерил Я отмерил именно длину палки Так Чтоб грузила на дне лежала Чтоб грузила на дне лежала А Вот что у нас сейчас получится Что грузила будет на дне А палка будет вверх торчать Это вот такой вот Калюнька купил мачете себе Он не острый, видите, режет вообще плохо Теперь мы берем маленькую палку Палка у нас оказывается вверх торчать Служит для того, чтобы потом, когда долбить лунку Чтобы мы не порезали нашу веревку А вторая палочка, это чисто как поддерживающая А это дерево А это посадили дерево посреди реки Весной посмотрим, зазеленеет оно или нет Продолбили вторую лунку Вот она Калюнька уже второй груз привязывает Сейчас узнаем, какая здесь у нас глубина Сейчас Калюнька скажет Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать метров Там двенадцать, здесь одиннадцать Большое спасибо Косте Это не диалогия рыбалки канал Молодец Повторяем именно так, как показывал Костян Наливаем воду, полностью Даже закручиваем пробку в воде Не вытаскивая бутыля из воды Чтоб ни пузырька воздуха не было А то я приподнимать буду Цветая вода Печорская, крапленая Видите, как живодер Не жалеет ерша Просто берет ему Протыкает все, что есть Я никого не жалею В 42-м еще не мучили Помню с дедом, когда еще батя не родился В 42-м, вот мы там мутили Я-то помню, блин После военные годы, в 50-е Помнишь, Каленька, как рыба-то ловилась О, не то, что сейчас Еще и голодное время было тогда Хлеба не было, поэтому масло мазали Прямо на красную рыбу Да, икру мазали, блин Прямо на рыбу Хлеба не было, масла не было Все У нас все ерши Убежали в воду Вот такая вот получается фигня Буквально где-то в четверг Мы поедем И посмотрим Что же у нас клюнуло Поэтому, ребят, держите за нас кулаки Смотрите нас Подписывайтесь Подписывайтесь не только на нас У вас есть теперь новый канал Влад Митницкий Поэтому, еще раз говорю Ссылка на его канал будет в описании Подписывайтесь Не пожалеете Все Пока До новых встреч С вами был ваш любимый Санечка Пока Субтитры сделал DimaTorzok